Омск переживает настоящий бум реалити-игр. Для победы в них нужны не только физическая подготовка и нестандартное мышление, но и железные нервы. Уже насчитывается более полусотни различных игровых сюжетов. Авторы говорят, что двух одинаковых историй не бывает, а существующие постоянно меняются. Дмитрий Куканус посетил самые необычные квесты и расскажет о них. Вам, наверное, кажется, что это всего лишь игра? Я не стану решать нас этих людей. Это только с виду комната маленькая. Десятки загадок можно разгадывать подолгу. Но ударный коктейль из адреналина и классических ужасов не дает времени. Страшно интересно, сосредоточиться трудно. По пятам игроков преследует маньяк. За каждой дверью новые комнаты и новые загадки. Найти все подсказки смогут те, кто преодолеет свой страх. Но получается не у всех. Хорошая физподготовка пригодится в спортивном квесте. Авторы немного адаптировали популярную французскую телеигру, оставив суть. Чтобы собрать ключевое слово, нужно доказать, что ты сильнее, быстрее, а главное, не боишься сложностей. Некоторые испытания воссозданы довольно точно. Вот, например, передвижная лестница. Со стороны может показаться, что пройти по ней довольно легко. Но если бы так и было, внизу бы, наверное, не настелили столько поролона. Вот так. Мы рекомендуем к прохождению этот квест для тимбилдинга, потому что он очень хорошо сплочает команду. Как правило, если люди общались раньше, знают друг друга, дружат друг с другом, то квест получается пройти быстрее. По одному только антуражу фанаты без труда узнают известную компьютерную игру. Сам геймер и программист, автор стремился добиться не только внешнего сходства. В процессе игры игроки могут из одних предметов создавать другие. В этом квесте не встретите ни одного привычного замка, как в обычных квестах. И квест напичкан электроникой, но игрокам это незаметно. Первые квесты появились в России четыре года назад и сразу стали очень популярными. В настоящее время в стране проводится более пяти тысяч квестов. Чтобы заинтересовать клиентов, создатели готовы на все. В погоне за острыми ощущениями страдает безопасность. В Казани на девушку игрока упала крышка вентиляционного люка. В итоге сломан нос. В Москве актер, изображавший маньяка, настолько вжился в роль, что ударил парня настоящим топором. Молодой человек попал в больницу. Теперь в придуманные детективные истории разбираются настоящие полицейские. И возбуждено вполне реальное уголовное дело. Дмитрий Куканас, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.